Сегодня 14 января, пятница и вот о чем в выпуске. Цены на продукты вновь растут. На детское питание цены подросли. Вот это 100%. На детское питание цены подросли и на мясо. Почему на этот раз и что подорожает больше? Узнайте через минуту. Кому опасен омикрон, рассказал главный детский врач города. В группу риску в этот раз по омикрону вошли беременные и дети до двух лет. А еще узнайте, когда придет спутник М и как изменится работа медучреждений. Эвакуация в школе, экспертиза спирта. Об этих и других новостях расскажем во второй части выпуска. Всем здравствуйте. Выпуск начнем вот с какой темы. Цены в магазинах. Всем нам приходится регулярно ходить за покупками и не заметить рост цен невозможно. Дорожает практически все. И прогнозы экспертов неутешительны. Рост еще будет. Что подорожает в первую очередь и почему? Сейчас расскажу. Мы уже привыкли, что после новогодних праздников ценники в магазинах начинают прибавлять в цифрах. Дорожают самые разные товары. От продуктов до автомобилей. Но для большинства заметнее всего подорожание продуктов. Мы спросили Ачинцев, замечают ли они рост цен в магазинах. Замечаете после нового года повышение цен? Замечаю. А что серьезнее всего подорожало, по вашему мнению? Продукт. До нового года замечаем рост цен. После нового года... Не сильно? Ну, не то чтобы не сильно. Наверное, просто меньше покупок делаем после нового года пока. Но вообще на самом деле на детское питание цены подросли. Вот это 100%. На детское питание цены подросли и на мясо. Да я не обратила внимания даже. Вроде бы, как и было. То есть как перед новым годом, так и осталось. А до нового года сильно ощущали рост цен? Да и до нового года. Чего подорожало, чего не подорожало. Не пойми уж. Это надо все записывать, чтобы сравнивать. Где-то в одном магазине одна цена, в другом магазине другая цена. Да так уж, не глядя, берем, да и пошли. Конечно. Сильно? Ну, не знаю, с моей женой лучше поговорить. Что, по вашим наблюдениям, сильнее всего подорожало после нового года? Все. Все подорожало. Да, конечно, замечается. Сильно? Ну, не особо. Так я одна жила, так мне не особо, как бы, трачусь. А что, по вашим наблюдениям, подорожало? Да все подорожало. И вещи, и продукты, и косметика. Все подорожало. И рыба вот. Опрошенные нами горожане единогласны во мнении. Цены растут. И весьма ощутимо. Но чего ждать в ближайшее время? Мы собрали информацию по ценам в разных источниках. В командоре говорят, пока не получили от поставщиков мяса данные о повышении цен. На овощи довесные ценники должны держаться. Хотя с новым урожаем рост, скорее всего, будет. Прогнозируем, что цены на куриное яйцо будут держаться на уровне прошлого года. Пока изменений не предвидится. Производители молочной продукции же уже предупредили нас о грядущем повышении закупочных цен от 5 до 10%. Они ссылаются на увеличение затрат на покупку материалов и упаковки, на рост цен на закваску наполнителей, а также на общее дорожание логистики. В декабре СМИ писали о грядущем подорожании хлеба. Тогда эксперты связывали это с ростом цен на муку. По информации местных владельцев пекарен, стоимость муки и так меняется с каждой закупкой. Крупные ритейлеры, представленные в Ачинске «Пятерочкой» и «Магнитом», ограничат торговую наценку до конца года по предложению антимонопольщиков. Речь не обо всех товарах, а о социально значимых. Как сообщают федеральные СМИ, в список войдут 20-25 товаров, и они определяются каждый месяц. Верхний предел наценки не будет выше 10%. Ранее УФАС при проверках выявляла завышение цен в сетях. Также Бристоль заявила об ограничении торговых надбавок. В Краевом Минсельхозе отмечают, что тенденция к подорожанию продуктов сохранится, поскольку предпосылок для того, чтобы было иначе, нет. Маленечко цены пониже, и все. В ситуации, когда ниже не будет, правительство должно принимать меры. Эксперты называют несколько способов. Искусственное сдерживание цен, поддержка сельхозпроизводителей или введение продовольственных карточек, когда малоимущие ежемесячно будут получать деньги на продукты. Мне кажется, что рост цен нужно регулировать на региональном уровне, потому что мне кажется, что в Красноярском крае как минимум у нас нет никаких дефицитов по мясу, по тому же самому куриному яйцу, по пшенице, чтобы там рост цен на хлеб был. Поэтому мне кажется, что да, если где-то есть в этом дефицит, то там нормален рост цен этот, когда у нас здесь мы живем на полях, у нас есть свои фермы, почему мы должны вот такую испытывать дискомфорт. Проблеме роста цен на продукты нужно обсуждать и ценность граждан для государства, считает депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин. По его мнению, сейчас человек для государства – это центр убытков. В отличие от советских времен, когда страна строила новое общество, каждый был нужен и полезен, люди были центрами прибыли. В прибыль, говорит Делягин, вкладываются, от убытков избавляются. По данным на октябрь прошлого года, 72% населения России имеют доход ниже 25 тысяч в месяц. Это меньше реального прожиточного минимума. На фоне этого позора стесняться продуктовых карточек для малоимущих еще больше стыд. Введение карточек является самым эффективным способом изучить людей и поддержать своих всех воспроизводителей. И поэтому государство, которое служит финансовым спекулянтом против своего народа, это делать не будет. Кроме того, это достаточно плохо с точки зрения пиара. Поэтому об этом и государство, этим, скорее всего, заниматься не будет. Оно продолжит прежнюю политику, доказавшую свою неэффективность. Оно будет уговаривать крупнейших монополистов торговых сетей. К слову, разговоры о введении продуктовых карточек для бедных идут с прошлого года. Но пока россиянам правительство дважды замораживало цены на подсолнечное масло и сахар. И уже бесчетное количество раз замораживается накопительная часть пенсии. Теперь до 2024-го. И народу обещают, что пенсионные права будущих пенсионеров не будут ущемлены, если они доживут. Николай Черемных, Наталья Сусанина, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. Ачинские медики готовятся к новой волне коронавируса и новому штамму омикрону. Пока еще в крае не зарегистрировано ни одного случая. Но распространяется он стремительно. Главный детский врач Александр Третьяков сегодня сообщил в группе риска по заболеваемости. Новым вирусом входят беременные и дети до двух лет. Каковы симптомы этой болезни? Что изменится в работе медучреждений? И когда начнется вакцинация подростков? На эти вопросы даем подробные ответы доктора. Каковы симптомы нового штамма коронавируса? Характеризуется быстрым распространением. И, соответственно, мы ожидаем 4-5-кратная разовая заболеваемость за один период времени. Поэтому готовимся к худшему сценарию. Дай бог, чтобы он, конечно, не сбылся. Заболеваемость растет, так скажем, в геометрической прогрессии. Заболеваемость, заразность наступает на первый-второй день. А клинические симптомы только человек получает на 4-5-е сутки. И проблема в том, что отличить от обычного ОРВИ в принципе омикрон невозможно. Мы сегодня проводим работу с усилением и с увеличением сотрудников колл-центра. Есть у нас план А, Б, С и так далее. Вплоть до закрытия детских поликлиник и перевод какой-то поликлиники на, назвать ее инфекционной поликлиникой. Это перепрофилирование полностью работы поликлиник на этот период. Это, соответственно, не будет никаких плановых приемов. Мы можем успеть, те, кто не привит, привиться. Потому что доказан спутник ВИ двухкомпонентный. Есть у него доказательная медицина о том, что он в том числе влияет, так скажем, на омикрон. Когда в Ачинске появится вакцина «Спутник-М»? Эта вакцина, она уже пришла, как ее говорят, в гражданский оборот. И на территорию Красноярского края планируется ее завести в конце января, в начале февраля. То есть ее сейчас еще нет на территории Красноярского края. Ее мы ожидаем буквально, может быть, через 2-3 недели. Давай им решение о вакцинации подростков будут принимать родители. Анна Ахметова, Мельдан Калимолин, Треканал СА. В Ачинске уволились 4 антиваксера из сферы образования. Об этом рассказала руководитель управления образования города Галина Нефедова. Она также подчеркнула, что решение уволиться было принято именно работниками. В настоящий момент из 14 человек, которые были отстранены от работы, 6 человек прошли вакцинацию. 4 человека написали заявление об увольнении по собственному желанию. Это работники, не задействованные в образовательном процессе. То есть это рабочие по зданию, либо другие какие-то сотрудники. В основном это не педагоги. И у нас осталось 4 человека, которые в настоящий момент не прошли вакцинацию. И, соответственно, не имеют возможности выйти и приступить к трудовой деятельности. Это уже как раз педагоги. Однако, говорит Нефедова, у них еще есть время. В противном случае они будут отстранены от работы и в дальнейшем. Также руководитель управления образования отметила, что пока ни один сотрудник не пытался через суд доказать свое право на работу без прививки от коронавируса. Добавим, по информации пресс-службы мэрии, в учреждениях культуры отстранений нет. Однако несколько работников переведены на дистанционную работу. В спортивных школах города также нет отстраненных. А вот в городском спорткомплексе Олимп на сегодня 6 человек отстранены от работы. Это сторожа, дворники и другие подсобные рабочие. Отметим, что отстранение происходит без сохранения заработной платы. Реклама 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 из партии. По версии следствия, в деле с незаконными премиями могли быть замешаны и ее родственники, и суммы предполагались больше, но доказать этого силовикам не удалось. Дело Татьяны Сибириной передано в суд. Заседание назначено на начало февраля. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Парка Победа Парка Победа Парка Победа Парка Победа Ребрышки для тушения – 149 рублей за килограмм. Ждем вас в мясных дискаунтерах «Гобис». Парка Победа Парка Победа